всем привет дорогие друзья вы на канале смарт-вотч канал только о смарт-сакс таксильный циферблатик можете скачать в описании видео там ссылочка на телеграм-канал и все остальные ссылочки подписывайтесь не стесняйте циферблат можете скачать бесплатно ну а тот кто его купит получит еще помимо того ссылочку на приватный канальчик очень много интересного я же дорогие друзья о чем сегодня а сегодня о том что я снимал шорс выкладывал по моему я его сегодня днем да ребятушки какими бы хорошими и крутыми не были часы apple watch на них вы никогда не сможете сделать то сможете сделать на таких часах как huawei watch 3 или вот 4 про в том числе а также galaxy начиная с версии 4 5 и 6 а именно чем я вам говорю а вот это вот пожалуйста приложуха открываете и смотрите видосы на нем здесь вы этого не сможете конечно кто-то скажет что извращение что ли смотреть на часах телевизоры но иногда может пригодиться скоро будет инструкция о том как это сделать уже конкретно поставить и завести где говорил о том что этого на apple watch вы не установите и как раз о чем речь то а речь о том что хотя apple watch действительно очень хорошие часы в плане работы в целом да и там нет фризов и т.д. и тому подобное оптимизация шикарнейшая и самое большее что мне сразу же понравилось эта вибрация на них просто офигенная реально прям классная крутая вибрация но приложение на них очень мало и ничего кастомного вы тем более сюда не установить если же мы с вами возьмем galaxy s 6 или 4 или 5 любых модификаций да они наверху с 4.0 сейчас да в данном случае еще у нас есть часы huawei такие как watch 3 его 4 и про версия их тоже кроме версии gt на них помимо того что есть очень много приложений в магазинах но наверх у с кстати больше я имею ввиду galaxy часы если то еще можно установить самостоятельно всевозможные программки и пользоваться ими даже в том случае если их нет для этих часов вот как сейчас я вам хочу показать да это приложение клиент видео кинотеатров всевозможных и вот здесь вы заходите и вот поначалу синенькие идут это все о корпус какой-то hd резко там дальше зомби какой-то там кинотеатры еще 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 и т.д. и т.б. а вот дальше все идет от фиолетовая такое это сериалы и здесь когда мы заходим настройки сбоку стрелочку нажали до прошли сейчас я вам покажу в самый низ идете здесь настройки нажали на настройки здесь интерфейс потом настройка сервисов какие у вас будут работать у меня видите они отмечены фильм xd резко киновод и т.д. и тому подобное их здесь есть еще больше вот еще один какой-то оптимальный вариант можно их найти видите вот внизу они вот здесь идут вы здесь их можете найти еще отметить и по итогу они у вас на главном экране вот здесь отображается если вы что-то захотели посмотреть зашли в hd резку например далее здесь у нас не показывает она сегодня ну давайте вот в зайдем какой-нибудь да будет показывать обязательно зашли сейчас он прогрузится придется подождать зависит это естественно от вай-фая либо от так скажем и sim если у вас подключено в моем случае вай-фай все загрузила здесь у нас есть фильтр по дате выхода по рейтингу пока по рейтингу кинопоиска вы здесь можете что-то отметить и с помощью этого найти ну вот нашли мы любой фильм пожалуйста 24 года загружается эти торрент всплыл теперь видео еще всплыл у нас нажимаем на видео и дальше выбираем сразу скажу что в высоком качестве работает только в платной версии но мы берем автоматику и запускаем с родным плеером и обратите внимание сейчас прогрузится это естественно какое-то время уходит дальше я покажу как запустить вообще это приложение потому что просто так вы его на часах не запустите видите звук здесь у нас есть изменения всевозможные как громко ну допустим запомнить если мы нажали то будет у нас кругом перемоточка работает пожалуйста сейчас обратите внимание рамка это убирается естественно здесь не держится постоянно лучше всего делать по высоте из тогда просто шикарно все садитесь все крутенько работает как вы видите да поэтому поставили и наслаждайтесь как говорится то теперь знать в чем проблемка как устанавливать конкретно я показывать не буду потому что ссылочки будет в описании видео пройдете ссылочка на пост а в посту уже все подробно расписано как установить с помощью смартфона с помощью пк и т.д. и тому подобное смотрите значит вот оно как выглядит мы его запускаем с вами здесь у нас всплывает отказываюсь согласен нажимаю согласен и у нас вот такой вот появляется здесь все никаких топ-зон ничего вы не сможете запустить бесполезно надо делать изменять дп и экрана и тогда все будет нормально к все будет работать поэтому нам нужно изменить дп и экран показываю как это сделать на приложение буджагер среди она у меня подсоединок часам вот она пожалуйста как вы видите домой а пишни чик все и нам нужна если мы устанавливаем с вами с вами приложение через третью вкладку да нажали 3 потом плюсик установили и т.д. и тому подобное то то чтобы у нас изменить дп и нам нужна первая вкладочка первую вкладку нажали нажали вот это вот окошечко дальше у меня в посту как я уже сказал да будет все описано вот эту вот программку вине вот эту вот командочку нам с вами нужно будет скопировать первую копируем ее переходим в буджагер вводим ее сюда опс и нажимаем на вот эту вот стрелку все обратите внимание что у нас получилось с экранчиком экранчик у нас вот так вот сделался маленьким и вот здесь появилась вот кнопочка согласен все нажали сенсорный выбираем все и вот теперь он у нас с вами запустится теперь дорогие друзья нам надо вернуть дп и экрана в нормальное состояние возвращаемся обратно копируем вторую команду заходим сюда и вводим вторую команду смотрите перезапускается приложение и она уже сейчас его надо выгрузить конкретно закрыть и запустить обратно запускаем посмотрите все готово вот так дорогие друзья в принципе то все легко и просто ну подписывайтесь на каналчик спасибо за внимание всего доброго и до новых встреч